Для быстрой диагностики пневмоторакса у новорожденных детей и детей раннего грудного возраста используется простой и доступный метод трансулюминации, который мы сейчас покажем на этом манекене. Нам понадобится одеяло, чтобы создать условия темноты, и обычный фонарик. Начнем со здоровой стороны грудной клетки, где нет пневмоторакса. Расположив фонарик плотно к тканям перпендикулярно грудной клетке по латеральной поверхности, мы видим лишь небольшой ареол света, который распространяется от фонарика и проводится в подкожной клетчатке. Но мы не видим свечения в грудной клетке. Теперь расположим фонарик на другую сторону грудной клетки, где у нас моделирован пневмоторакс. При точно таком же расположении источника света мы видим свечение в грудной клетке на пораженной стороне. Это происходит потому, что воздух, который находится в плевральной полости, хорошо проводит свет. Вы наверняка уже поняли, что данный метод основан на различии способностей разных сред проводить или поглощать световые лучи. Еще раз для сравнения. Смотрим здоровую сторону, нет свечения в грудной клетке. И смотрим сторону с пневмотораксом, вся половина грудной клетки светится, область свечения соответствует проекции плевральной полости. Успех метода зависит от толщины окружающих тканей и от мощности источника света, что следует учитывать при проведении трансиллюминации детям в старшем периода новорожденности.